Рецепт для семейного ужина ждали, да? Вот дождались. Здравствуйте, дорогие друзья! Давайте приготовим что-нибудь такое, знаете, простое, доступное и недорогое. Потому что опросы проводим, вы пишите, комменты читаем, смотрим, стараемся делать такие вещи, которые были бы интересны, просты и прикольные. Так, сегодня по плану у нас крылья глазированные и, соответственно, к ним гарнир. Делать будем вот как. Вначале врубаем духовочку. Духовочку врубили. Перчик зеленый. Мне сегодня покупал на рынке картошечку, а мне бонусом дали, знаете, как, покупаешь персики или, например, там, какую-нибудь черешню. Дают лимон. Ну, вроде как, брат, там чай попьешься. А тут картошку покупал, мне, короче, бонусом дали перец. Я поражал такой. Типа, себе, прикольно. Короче, перец у меня один бонусный. И считайте, что он бесплатный. В моем случае, на моем столе. Нет. В вашем случае, если не будет перец, можно добавить кабачок. Бывает, стружка от кабачка остается. Думаете, что с ней сделать? Вот как раз на тот случай. Можно все добавить морковку, тертую или наструганную. Можно добавить, ну, какие-то любые овощи, там, сельдерей, еще что-нибудь. Что у вас есть в холодильнике, всегда ориентируйтесь. Я помню про этот анекдот, что мы, помните, в соцсетях. Такая картошка, лук, сало. И подпись такая под картинкой. Спасибо за рецепт. Только мы авокадо заменили на картошку, а креветки с рукой заменили на лук и сало. Но ваш салат получился очень вкусный, да, когда заменили авокадо с креветками на лук с салом. Так и у меня часто очень, я вот комменты читаю, пишут люди, да, класс, один зубчик чеснока добавляем. Вот так. А делаем это вот для чего. Смотрите, рис, доступнейшая крупа, вкусная, классная. За маленьким исключением нам нужно добавить сюда соль. Щепотку сахара. Кусок сливочного масла. Кусок сливочного масла вот такой. Ну, как бы ложку там. Смотрите, сами ориентируйтесь по количеству риса. Значит, все это сюда отправляем. Аккуратно перемешиваем. У меня здесь длиннозерный рис. Рис может быть любой. Вообще, как бы не парьтесь. Какой есть рис, блюдо домашнее. Заменяйте сколько хотите. И я всегда, знаете, как ориентируюсь по тому, какой рис я покупаю домой. Смотрите всегда на пачку. Сколько варить рис. Если написано 25 минут варите рис, я такой не беру. Я всегда прикидываю. Ну, то есть, если я хочу сварить рис, мне нужно 10-12 минут максимум. 25. Это бывает рис. Всякие не шелушеные и так далее. 40 минут. Я такой, сорян, ребята. Не моя тема. Теперь сюда перец с чесноком, который вместе. Сюда мы добавляем. Но все отматываем назад. И начинаем. Вернее, вы должны начать с приготовления куриных крыльев. А не с риса. Я что-то все перепутал такое в голове. Получилось все наоборот. Короче. Крылья разрезаем на вот такие части. На три части. Складываем в тазик. Кстати, такой маринад можно придумать и перенести на грильную историю. Ну, то есть, на улицу. Что делаем? Берем чайную ложку. Тростниковый сахар. Ну, что ты людей пугаешь? Нормально все. Сахар. Обычный, любой. У меня был коричневый. Я его и сыплю. Короче, две чайные ложки. Раз, два, три. Семь крыльев. Семь чайных ложек соевого соуса. На кончике ложки соль. Четверть лимона. Выжимаем в руку, чтобы косточки, если будут падать. Падали в руку, а не в курицу. Хотя, они же туда не проникнут внутрь. Я сегодня без фартука так неудобно. Обычно об фартук вытираю. Замечаний читаю много. Это же классно, раз вы переживаете за мой фартук, что я об него руки вытираю. Это же значит вы мои родные. Чили перчик. По желанию. В зависимости от того, какую остроту хотите. Значит, зубчик чеснока. Лучше даже два. Есть у меня еще один. О! Даже можно три, но третий, короче, лень мне резать, я поэтому два буду. Потом берем столовую ложку и добавляем маринад кетчуп. С кетчупом вы сами можете спокойно разобраться. Тут для любого маринада главное что? Чтоб кетчуп был хороший. Читайте состав прежде, чем покупать что-либо на обратной стороне упаковки. Так. Две, три, четыре. Четыре столовые ложки кетчупа. Это такой чисто американский стайл маринад. Маринад American Style. Все перемешиваем. Смотрим. Мне мало сахара. И мало лимона. Он должен быть кисло-сладкий. Он должен быть еще и острый, но перчик сушеный. Сейчас там не разошелся, я побаиваюсь. Добавлю много, потом, когда начнется термообработка, он может быть такой прям в пицце может. Все перемешиваем и оставляем крылья минут на 15. Поэтому я вам сказал о том, что нужно сначала крылья замариновать, а потом заняться рисом. Делайте крылья в первую очередь. Прошло 15 минут. В сковородку каплю растительного масла. Обычного растительного, никаких там кунжутных и всего прочего. Вообще не вздумайте, если вам какие-то другие блогеры показывают, что нужно жарить на кунжутном. Не верьте им, так нельзя делать. Никто в Китае и во Вьетнаме и в Японии, никто в Азии не жарит на кунжутном масле. Чуть-чуть масла, прям чайную ложку. Еще раз в маринаде перемешиваем крылья и перекладываем крылья на сковородку. Забыл сказать, когда крылья будут мариноваться, не убирайте их в холодильник. Пусть они стоят при комнатной температуре. Вообще, если у вас маринады до часа, не надо их убирать в холодильник. Пару минут мы с одной стороны обжарили, переворачиваем. Реакцию Майяра запустили. Значит, они становятся такими золотистыми, красноватыми, красивыми. Шикарный вид. Можно чуть-чуть дальше, вернее, больше дать огня. Обжариваем пару минут с другой стороны. За это время мы возвращаемся сюда. Чаще всего ни у кого дома днем с огнем не сыскать какой-нибудь специализированной решеточки для того, чтобы жарить шашлык или жарить крылья. Но мы можем их закинуть на рис. Рис будет не давать им жариться с той стороны, и у нас нижняя часть будет вареная. Всегда есть некая глобальная цель, типа, как же сделать так, чтобы крылья или кусочки мяса висели в воздухе. Как на гриле, как на шампурах вы на даче жарите. Выливаем соус весь сюда. Значит, шпажки раскладываем так, чтобы у нас получилось типа решетки. Тогда и конвекция будет проникать в воздух снизу в том числе. Поджаривать крылья со всех сторон. Соки все будут капать вниз. Ну, то есть, вы понимаете, что это будет прям прикольно. И такую вещицу можно поставить прям на ствол. Опа! Единственное что, можно было бы крылья нанизать. Но вы же понимаете, что крылья горячие. И что их нанизать неудобно будет. Поэтому я их просто подготовил вот это место для того, чтобы их потом до тут достать. В процессе сейчас вот обжаривания соус должен стать густым. Это главная часть нашего марлезонского балета. Вы помните, у меня был рецепт крыльев, когда я их сначала обвалял в крахмале для того, чтобы все это держалось лучше. Но крахмал не дает блеска. Здесь я хочу добиться другого эффекта. За счет сахара, который расплавляется, у нас получается блестящая, классная, вкусная, сладкая корочка. Выглядят божественно. Но они еще немножко сыроваты. Берем крылышки и выкладываем их на шпажки. Глазами съел бы прямо сейчас уже, но рановато пока. Теперь мы к глазури добавляем на крылья. Сверху, видите, она за счет сахара, кетчупа. Глазурь становится такая блестящая, карамельная. Очень вкусная слюна выделяется. Я аж понял, что не выговариваю некоторые буквы от того, что подхлебываю. Теперь духовочка. В духовку минут на 15. Температура 180 градусов. И следим, чтобы ничего не горело. И конвекцию главное включить, и чтобы у вас было заветривание, чтобы корочка стягивалась, становилась блестящей. Чтобы держала все соки внутри, часть соков будет стекать туда. И чтобы воздух обогревал крылья со всех сторон. Ну, короче, вот что. Значит, местами зазолотилось. Сахара много. Верхний жар. Нужно очень-очень аккуратно с этим совсем поступать. Значит, здесь у меня кунжутик. Все это обычно еще, когда глазированная охота посыпать кунжутиком. Вот так, чтобы красиво было. Все блестит, переливается. Кунжутик нужно поджарить предварительно. Ну, вы это знаете. Радость у меня на душе. Все, перекладываем в тарелочку. Получается вот что. Пачка длиннозерного риса была куплена мной рублей, наверное, за 85. Соответственно, использовал я отсюда граммов 100. Доливал воды пару раз для того, чтобы сделать его слегка разваренным. Как говорят в ресторане, уменьшение себестоимости. Больше наливаешь риса, рис больше впитывает, больше увеличивается. По объему много, по бабкам нормально. То есть, соответственно, 100 граммов, это, допустим, от 85 рублей. От килограмма, это 8,5 рублей, правильно? Крылья. 7 штук стоили мне 170 рублей. Ну, допустим, плюс 10 рублей, это 180. Перец у меня был бонусом. Но если вы будете покупать, значит, он будет стоить примерно рублей 30. Что, один перец? Не смеши. Дорого? Да, конечно. Килограмм сейчас стоит 30 рублей, нет? Зеленого, вот этого, который на подарочный, да? Ну, да, он же 8. Ну, на рынке у нас подороже. Ну, короче, 10 рублей один перец можно. Ну, хорошо. Это получается 190. Кетчуп вы берете сразу на несколько раз. Да, мы его считаем тоже по такому себе, типа, из серии, там, может быть, тоже рублей 10. Вот и получается, что в пределах 300 рублей, плюс-минус, да, можно приготовить вот такую гору еды и спокойно накормить семью из трех человек. Не, ну, понятно, не одним же этим блюдом, да, мы, и вы, и вы не одним блюдом питаетесь. Вы на стол ставите, что? Чай, печенюшки, большое блюдо, салатик какой-нибудь. Перчик аль денте. Рисок пропитался великолепно. Алиса причапала. Остренькие, кисло-сладкие. Видите, я даже не говорю ничего. Алиса, прости, но тебе, конечно, нельзя такое. Безумно вкусно, я понимаю. Я тебе могу дать, только понюхать. Ммм, так вкусно пахнет, конечно. Прости, барсук. Вкусно. На всю семью. Можете взять кусочки свинины и точно так же сделать в такой же глазурь, будет шикарно. В общем, пробуйте, наслаждайтесь и кайфуйте. Пока, дорогие друзья.